хочу вам показать способ как можно делать шкивы для своих поделок. это могут быть разные поделки. вот например шкив для электродвигателя. вот шкив для возвратно-поступательного движения. так или иначе они соединяются два шкива и передают движение. пойти можно разным способом. например вот для этого шкива я взял электродвигатель. натянул сюда подходящую шестерню. немножко рассверлил внутреннее отверстие и натянул. плотно натянул. но здесь была шестерня. шестерня от такого лентопротяжного механизма магнитофона. я взял натянул. включил. это двигатель на 18 вольт. я его включил от блока питания от какого-то устройства. от модема 12 вольтового. включил. он заработал. и я вот с помощью лезвия вышлифовал здесь канавку для ремня. и все. теперь ремень здесь ходит и он вращает дальше механизм. в данной ситуации это фельдцевальная машинка для сухого валяния по шерсти. вот она иглопробивная машинка. фельдцевальная машинка. значит вот этот шкив сделан. стандартный шкив взят из вот такого лентопротяжного механизма. он здесь стоял. в нем было вот рядом стояла такой механизм. такой направляющий. я взял здесь уже прямо вместе с валом был шкив. вот такая направляющая была в лентопротяжном механизме. я вырезал эту направляющую ставил в деревянный корпус. просверлил вставил деревянный корпус и прямо поставил шкив. они подошли друг другу. но так сложилось. не было вот этой алюминиевой укрепляющей пластины. так сложилось при поступательном движении большая нагрузка. и эту шестерню просто разорвало. разорвало пополам. я ее склеил и сверху с помощью паяльника немного прилепил при приварил так скажем приплавил алюминиевую пластину. она укрепила. потом я еще немножко залил клеем цинокрилатным. немножко здесь оплавились дорожки. именно канавка под ремень. и я ее зажал в дрель. включил вращение и потихонечку с помощью надфилька поправил. чтобы ремень все-таки нормально садился. и так вот можно использовать стандартные. но я вам покажу как можно с нуля сделать. но можно совсем с нуля. можно почти с нуля. почему я так говорю. потому что если вы сделали шкив его нужно куда-то вставить. если есть куда-то это хорошо. я например хочу сделать шкив который бы вставлялся в направляющие. очень хорошо. здесь есть латунные направляющие. я отсюда вырежу эту направляющую. и будет вставляться этот шкив. что я сделаю. я использую этот вал. срежу сейчас эту верхушку. если видно. срежу верхушку. для того чтобы поставить сверху и снизу вот такие два две пластины. которые я вырезал. это алюминиевая пластина. вырезал из обратной части телевизора. на катодной лучевой трубке. вот такая защитная плата. защитная алюминиевая. корпус защищает плату. из него вырезал кусок. два куска алюминия. собственно не важно откуда. это могут быть и металлические. из консервной банки можете вырезать. и теперь с двух сторон приклею. внутрь поставлю кусок пластика. который вырежу вот например отсюда или из другого места. вырежу кусок пластика для того чтобы был промежуток. например отсюда можно вырезать. здесь уже дырка есть. для того чтобы между ними был промежуток. и приклею между собой. что я буду потом делать я все покажу. я как и говорил в шестерне так спилил заподлицо ровно поверхность. теперь я хочу приклеить пластины которые вырезал из алюминия. выровнял хорошо. расчертил. обрезал обыкновенными ножницами. даже не по металлу. когда режешь по металлу немножко гнет. обыкновенные ножницы большие. если они острые то алюминий режут хорошо. все теперь я хочу приклеить одну из частей. решил что не буду сразу сверху приклеить. для того чтобы проконтролировать как склеилось. и затем уже сюда вторую часть пластика расширения почти до самого конца приклею. и сверху уже тогда приклею приклеивать буду на эпоксидный клей. в принципе вы можете приклеить и цианокрилатным. я решил попробовать как приклеится пакси полом. намазываю. здесь есть место куда намазать. много большая поверхность. рассчитывайте по количеству. так чтобы хватило на все. и затем когда она начнет уже схватываться я зажму в дрель. начну вращение и отбалансирую. но не отбалансирую. выровняю здесь когда я срезал основная нагрузка ушла. поэтому сейчас может быть не очень крепко держаться. затем я еще середину налью эпоксидного клея хорошо схватился с самый вал с самой шерсти. сейчас он ходит. но это я смогу отбалансировать. а сейчас просто приклеиваем на эпоксидный клей. собственно так как он такой достаточно вязкий то уже можно предварительно выравнивать поверхность. чтобы она была ровная. поставил в дрель. дрель должна быть без биения. то есть достаточно так скажем не старая дрель. я вижу куда немножко утягивает эту сторону. чуть-чуть подвигаю. так чтобы при вращении биения не было. без фанатизма сделать как можно меньше биения. и оставляем до высыхания. эпоксидный клей уже застыл. с одной стороны приклеилась. смотрите если вы просто сюда прокладку ставите и следующий. то тоже можете просто приклеить на эпоксидный клей. но у меня сложнее задача. видите у меня из трех таких уровней состоит. я хочу сейчас сюда какую-то еще дополнительный пластик поставлю почти до конца или до конца. хочу вот эту юбку оставить. мог бы срезать. я ее хочу оставить. заполню сюда эпоксидным клеем. чтобы лучше держал центровку. пусть лучше будет здесь в этом месте толще. ну и получается что мне нужно не просто просверлить. тут я это уже сделал. мне нужно вырезать вот здесь 16 миллиметров. я разметил какую-то шайбу нашел. сейчас для того чтобы здесь вырезать отверстие насверлю маленьких отверстий 2 миллиметра и потом напильником до 16 миллиметров просточу. алюминий хорошо точится. пошел сверлить маленькие отверстия. вот так я насверлил отверстия. сейчас их потихонечку соединю друг с другом. вот такими движениями. для того чтобы выломать и обточу до 16 миллиметров. аккуратно напильником до 16 миллиметров. я все подготовил. вот так ставлю внутренний пластик сверху. вот так вот. и вот будет здесь в пластике сделаю канавку под ручей для ремня. все вот такой будет у меня шкив. сейчас буду склеивать это все эпоксидным клеем. вот такую штуку я сделал продолжение из такого лентопротяжного механизма. нашел место вырезал. потом прострелил отверстие и напильником и потом круглый свернул в трубочку наждачную бумагу. потихонечку все выперел. то же самое сделал с помощью напильника. выпилил отверстие. теперь склеиваем. сейчас разведу клей. я пользуюсь паксиполом. в принципе это может быть даже лучше будет держать клей цианокриловый. потому что паксипол когда застывает так скажем не хрупкий. становится твердый. но такой еще не знаю как полиэтилен наверное по плотности не не жесткий. все развожу и буду склеивать. я когда склеиваю склеиваю намазываю обе поверхности для того чтобы убедиться что все таки смазалась. соединил и теперь аккуратно придавливаю. для того чтобы там клей хорошо распределился и заполнил все щелки. аккуратно намазываю дальше. затем ответную часть тоже вымажу. потому что когда я намазываю обе части я контролирую чтобы все замазал все поверхности были смазаны. ну собственно все так же само прижму промажу сейчас эту эту пластину. прижму плоскоумцами. посмотрю включу в дрель. посмотрю при вращении все ли ровно. может быть что-то нужно поправить и сдвинуть. ну и как я уже говорил сюда я тоже залью клей для того чтобы крепче держалась на вал только с этой целью. на этом в принципе что получилось я потом после склеивания и затем уже нужно приступить к обработке центровки. но для этого я потом покажу как это сделать. время наверное около трех часов я уже проверил склеилась в какой-то степени схватился клей. теперь можно убрать неровности биения по диаметру. как это делаю? зажимаю в дрель. дрель должна быть без биения в самом патроне. ну и уже подручными средствами. это может быть напильник маленький. начал я вот с такого напильника. потихонечку подставляю. не прижимая плотно а именно прикасаясь будет ударами бить. дальше не прижимаем. на самый край удара потихонечку он будет сначала эти неровности убирать. до тех пор пока не дойдем до того момента что видим снимает по всей длине. но когда уже увидим что по всей длине тогда можно будет там наждачкой подтянуть. ну и делаем ручей желоб для ремня. смотря какой у вас ремень круглый например. то можно сделать допустим маленьким напильником или вот такие вот такой плоский. но у него с одной стороны есть такой закруглый. у меня тут кругловатое закругление. и потихонечку снимаем. внутри пропиливаем ровненький желобок. но также делаем аккуратно держа руку. чтобы потому что на неровностях он будет скакать и проделывать неровность дальше и дальше. держим на таком одном расстоянии пока он бухарок будет спиливать. и потом уже дойдет до того момента что мы пилим по всей поверхности. чтобы не было биения. ну собственно вот так делаем шкив и потом пользуемся в своих поделках. такой шкив получился. как я и говорил этот шкив почему так все сделал. чтобы его вставлять в направляющие. вот отсюда я выпиливаю направляющие. она тут с двух сторон с латунными втулками. и здесь прямо в направляющих он будет вращаться. для меня это удобно. потому что латунные втулки долго работают не стираясь. и уже я выпиливаю направляющие. и ее буду вставлять уже туда куда мне необходимо. я буду делать в данный момент фельдцевальную машинку. машинку для сухого валяния уже вторую. под заказ. мне заказали на изготовление. делал себе самостоятельно из подручных средств. но это уже более профессионально будет сделана кельцевальная машинка. на этом все. вот так я уже закончил изготовление шкива. вот так выглядит ручей. сфокусировалась или нет. просто вращением. сначала какими-то инструментами. там может быть напильник острый. затем просто свернутая в такую в два слова. просто свернутая наждачная бумага. и получился вот такой шкив. который уже можно использовать для каких-то своих целей. так он выглядит. у меня будет такая ситуация, что я срежу этот пиптык и поставлю его сбоку. для кривошипного механизма будет поступательное движение. но это уже другая история. так можно самостоятельно сделать любой конфигурации шкив небольших диаметров.